Добрый вечер, в эфире Якутия. Мы расскажем о главных событиях уходящего дня в студии Павел Танин и в этом выпуске. Погодные условия мешают вернуться домой. Почти 100 человек с начала недели не могут вылететь из Якутска. Один из приоритетных проектов – мост через Лено. В Совете Федерации страны обсудили перспективы развития Якутии. Готовы к производству якутские ученые разработали технологию добычи рыбокосной муки. Якутия, несмотря на свою большую территорию, имеет все возможности для того, чтобы стать максимально комфортной для людей. Об этом сегодня говорили в Совете Федерации. По словам Егора Борисова, в ближайшие годы в республике будут реализованы 400 проектов, появятся десятки тысяч рабочих мест. В числе приоритетных проектов – мост через Лено. Поставлена цель – стать регионом-лидером Дальнего Востока и Арктической зоны, комфортным и безопасным для полноценной реализации человеческого потенциала. Стратегия предполагает реализацию более 400 проектов, которые создадут не менее 50 тысяч новых рабочих мест и повысит производительность труда в полтора раза. Ключевым проектом, способным в 7 раз по скромным расчетам увеличить круглогодичную транспортную доступность для населения и для предприятий, является строительство мостового перехода через Реркулена. Сегодня мы изыскиваем возможности строительства моста через частную конституционную инициативу. Но частному инвестору необходимы гарантии, которые должны быть закреплены в государственной программе. И речь идет о включении строительства мостового перехода через Реркулена в государственную программу развития транспортной системы России. «Тепло вечной мерзлоты» выставка-ярмарка с таким названием должна стать одним из самых крупных мероприятий Дней Якутии в Москве. Она началась сегодня в выставочном центре «Экспо». Подробнее о выставке и о программе Дней Якутии расскажет Айсена Бурнашова. Выставка народно-прикладного искусства республики презентовала москвичам и гостям столицы наиболее яркие достижения Якутии. Посетителям представили все многообразие северного края. Культуру и традиции, историю и географию, достижения в области экономики и промышленности. Посетители смогли вживую посмотреть на редкие палеонтологические находки и успехи в науке, в виде такой милой клонированной лайки по кличке «Керячайне». Собравшиеся в экспоцентре также смогли попробовать национальную кухню и приобрести продукцию Якутии на ярмарке продажи. Вы что-то уже выбрали, попробовали? Да, я беру оленину и вот что-то мне сейчас еще предложат. Я немного болею, так что запах рыбы не чувствую, но грудинку олениную я, наверное, куплю, пожалуйста, на косте. В выборе именно с Кивовской, нравится нам, это очень хорошая продукция колбасная, да. Мы давно ее знаем. Также в здании экспоцентра прошло совместное заседание гильдии ювелиров России с представителями ювелирной и гранильной отрасли Якутии. Ключевой момент – средства выхода на внешний рынок, на Китай, Соединенные Штаты и Европу. Мы очень много теряем времени и средств на оформление таможенных деклараций. Мы просим Государственную Думу и президента России, чтобы нам разрешили без никаких таможенных процедур вывозить на экспорт наши изделия. Ювелирная отрасль – не единственное направление деловой части выставки. Здесь также пройдут презентации, совещания и подписания соглашения о сотрудничестве между Москвой и Якутией. Торжественное и официальное открытие Дней Якутии в Москве состоится в 16.00 здесь, в экспоцентре. Пройдет оно на главной сцене. Премьер-министр России Дмитрий Медведев в режиме видеоконференции принимает участие в запуске строительства обогатительной фабрики «Инаглинская-2» в Нерюнгринском районе. Церемония началась несколько минут назад. Обогатительная фабрика войдет в горно-обогатительный комплекс «Инаглинский» компании «Колмар». Он отрабатывает запасы чульмаканского каменно-угольного месторождения. С начала недели жители двух северных районов республики не могут улететь домой. Полярные авиалинии в очередной раз отменили рейсы до Сокрыра, Веноботантайского района и Белой горы Абыйского. Причина – плохие погодные условия в местах прилета. В общей сложности вылететь из столицы региона не могут более 80 человек. Несостоявшиеся пассажиры вынуждены каждое утро с вещами приезжать в аэропорт, чтобы услышать очередное объявление об отмене рейса. Кроме того, на период ожидания в гостиницу перевозчик разместил всего 10 человек. Почему – разбиралась Сарглана Захарова. Дочка каждый день плачет по телефону, говорит «Я скучаю, мама». Лаура Иванова прилетела в столицу еще на прошлой неделе. Надеялась провести здесь всего несколько дней. Участвовала в конференции сотрудников офиса «Мои документы». Но надежды не оправдались. И теперь, вместо того, чтобы быть рядом с 4-летней дочкой, она каждый день ждет объявление о вылете самолета в аэропорту Якутска. Каждое утро в 8 часов нам нужно проходить регистрацию в аэропорту. Слава богу, мне удалось заселиться за счет компании в гостиницу «Лайнер». Но вот другим приходится каждое утро ехать с разных уголков города со всеми вещами, сумками на такси. Вместе с Недоса Крыра не могут вылететь еще порядка 70 человек. Это все пассажиры двух отмененных рейсов, которые должны были состояться еще во вторник и четверг. Из них в гостинице за счет компании-перевозчика разместили всего десятерых. Обратились всего 10 человек. То есть пассажиры, которые обратились в авиакомпанию, они обеспечены жильем, проживанием в гостинице и трехразовым питанием. Однако пассажиры уверяют, что в компании им просто-напросто сказали, мест на всех не хватит. В гостиницу «Лайнер» разместили людей, которые не могут найти себе другое жилье в городе. Остальным сказали, что мест не хватает. Конечно, для нас это дополнительные проблемы и расходы. Причина, почему самолет не могут поднять в небо – плохие метеоусловия в Сак-Крыре, сообщают в полярных авиалиниях. Однако у несостоявшихся пассажиров другая версия происходящего. Мы все время созваниваемся с аэропортом в Сак-Крыре. Они говорят, что в течение дня могут принять самолет. Погодные условия позволяют. Это только в утреннее время видимость плохая. Но ближе к вечеру уже можно было полететь. Авиакомпания ждет всего два часа утром и сразу отменяет рейс. Весь экипаж расходится. Вся проблема в нехватке бортов самолетов у перевозчика и людей. И поэтому нам, жителям северных районов, приходится из-за этого страдать. Ведь каждый год сталкиваемся с этой проблемой. Мы решили удостовериться в информации о погодных условиях в Венебетантайском районе и связались с их аэропортом. Просто мы сейчас по метеоусловиям не соответствуем нормам. У нас минимум аэродрома 5 тысяч метров. А видимость у нас сегодня с утра в обед. Но поспорить с тем, что отмена рейсов для якутян скорее правило, чем исключение, мы не можем. В прошлом году в это же время этот же рейс не мог вылететь в течение 10 дней. Ровно год назад здесь на Некрасово 6-1 произошла трагедия. 12 декабря сгорела частная гостиница, где погибли двое молодых людей. Причина возгорания – короткое замыкание проводки. Погибшие в пожаре были также пассажирами задержанного рейса до Сакрыра. Тогда его задержали на 10 дней. Спустя год картина повторяется. К слову, в прошлом году, сразу после происшествия, буквально на завтрашний день, пассажиры все-таки смогли вылететь до Сакрыра. Я тоже был на том рейсе год назад. Ждал вылета вместе с погибшими ребятами. До нас уже собралось немало людей в других отмененных ранее рейсов. Причина была такая же, как и сейчас – плохая погода в Сакрыре. Нам дали гостиницу, парни остались, а я уехал к своим родственникам. На этот раз из размещенных людей только один находится не в лайнере. В какую именно гостиницу поселили пассажира, нам в авиакомпании уточнить так и не смогли. Сослались на большое количество сотрудничающих с ними организаций. Но сегодня людей больше волнует не столько финансовые и жилищные вопросы, а сколько возможность вернуться домой к своим близким и родным. И если в понедельник природа снова будет неблагосклонна к северянам, то ожидающих у неба погоды станет еще больше. Саргалана Захарова, Гаврил Дячков, НВК Саха, Якутск. В селе Марха Лёквинского района открыли новую школу. Несколько лет жители боролись за то, чтобы она появилась, причем на разных уровнях. И вот на днях здание распахнуло свои двери. Само открытие вылилось в настоящий праздник для всех жителей. Ведь в малых деревнях, а в Мархе проживает меньше 200 человек, такие объекты выполняют роль не только обучающие, это также островки культуры для всех без исключения. Якутские ученые получили евразийский патент за уникальную разработку. Инновационное предприятие СВФУ «Дары Якутии» производит рыбокосную муку. Первый российский патент на добычу они получили еще в 2015 году. За эти годы проект доработали и теперь готовы производить продукцию. Продолжит Любовь Васильева. Теперь продукция из рыбокосной муки и из якутской рыбы может выйти на международный рынок. Для Арктического инновационного центра СВФУ это первый проект, который получил евразийский патент. Предприятие «Дары Якутии» является резидентом Республиканского технопарка и российского инновационного центра «Сколково». Компания перерабатывает рыбные отходы в рыбокосную муку. В перспективе при успешной коммерциализации нашего проекта мы сможем выйти на рынки этих стран для реализации нашей продукции. То есть мы должны получить источник кальция в таблетированной форме. В мировой практике известно, что рыбная мука в основном выпускается как кормовой продукт для домашних животных, а местная продукция ученых предназначена для человека. Для получения полезной муки чистые рыбные отходы высушивают и измельчают. Полученный биоактивный препарат препятствует развитию остеопороза, насыщает организм полезными витаминами и минералами, а именно кальцием, фосфором. Это сам Бог подарил нам, северянам. Здесь соотношение и белков, и витаминов, и минеральных элементов, макро-микроэлементов. Такое, что оно именно подходит к организму человека. Для сырья ученые выбрали рыбы семейства сиговых, по-простому белую рыбу для строганины, которая отличается вкусовыми качествами и отсутствием резкого запаха ртути, как в продуктах, препаратах из морской рыбы. Именно эти преимущества сделают будущий бренд конкурентоспособным на международном рынке. Это как раз связано не только с производством самого пищевого продукта, но и возможность его использования для изготовления продуктов питания из этой пищевой рыбокосной муки и использовать как немедикаментозный лечебный препарат. Авторы уже провели ряд исследований на людях пожилого возраста. Полгода 10 человек принимали этот продукт в виде дозированного сыпучего порошка как биологическая активная добавка к пище. Итоги показали, что организм человека становится более устойчивым к разным заболеваниям. Витамин D повысился, плотность костей улучшилась, а они ощущали, что у них повысилась жизненная активность. Улучшилась структура волос. Они отметили, что у них были улучшения со стороны ногтевых пластинок. Для реализации первых шагов автором помог грант руководителя региона Егора Борисова. Ученые отмечают хороший инвестиционный потенциал проекта. Массовое производство будет способствовать развитию рыбоперерабатывающей отрасли республики и предложит населению экологически чистые, полезные продукты оздоровления. Сейчас компания «Дары Якутии» регистрирует название бренда. И далее ожидаем выхода продукта на рынок. Любовь Васильева, Владимир Таюрский, НВК Саха, Якутск. Вот такими событиями нам запомнится уходящий день. О главных событиях уходящей недели вы узнаете завтра в 20.30 в эфире итоговой программы «Якутия. День за днем». Я на этом прощаюсь. Хорошего вам вечера и до встречи на нашем канале.